Добрый вечер! Добрый вечер! Переводчица сегодня будет помогать нам общаться, поскольку вы немецким, к сожалению, не владеют. Итак, давайте начнем вот с чего. Насколько я понимаю, вы не впервые в Украине, вы уже бывали в нашей стране и имеете представление о том, что это за люди, что это за публика. Как вас встречают и как воспринимают вашу музыку? Вы не впервые в Украине были в Украине. Какие уважения у вас были в Украине? Какие уважения у вас были в Украине? Какие концерты были у нас? Они были все супер. Это публикум здесь очень warm, очень открытый и очень радостный. Удивлены теплом и приемом нашей публики. Мы очень гостеприимно в старой чале, очень хорошо оценивали музыку. Погода не помешала, солнце светит, помогло погулять, насладиться этой погодой. В ожидании публики, в ожидании хороших концертов еще. Вы, кстати говоря, в Харькове впервые или нет? Мы впервые в Харькове. Я впервые в Харькове. Как вам наш город? Как вам нравится наш город? Вудебно. Харькова, харьковские места, хорошие комбинации, хорошие архитектуры и новые строения. Харьковские места, хорошие женщины. Харьковские места, хорошие союжения церкви, площади, хорошие сочетания старой и новой архитектуры, хорошие женщины и рестораны. Ну и, наверное, прекрасная публика. Кстати говоря, у нас у Харьковской публики есть такая своя особенность, по крайней мере, для эстрады. Мы также имеем особый публику. У нас есть акция эстрад. Считалось во времена Советского Союза среди гастролирующих эстрадных певцов, что Харьков это вот как лакмусовая бумажка. Если программа понравилась Харьков, она понравится везде. С Советской Союзной у нас есть традиция. Если публикум gefällt, спектакль или театр, то это означает, что это очень хороший спектакль. Я не знаю, как насчет Джаза, единственное, что... Да, и мы увидим, как Джаза был. Я думаю, что это очень понравилось. Ощущение Маркуса, что очень понравится и очень нравится нашей публике именно этот стиль. Хорошо. Как вас, собственно говоря, что вас привело именно в Харьков? Как вас занесло к нам в такую, в общем-то, по европейским понятиям даль? Ведь это не Киев, не столица, да? Мы хотим узнать, почему вы в Харькове в Харькове в нашем городе. Почему это случилось, что мы здесь встретимся? Что мы здесь приехали? Это точно так, что Генерал-Консул, что в Харькове, мне в этом году в Донецке уже говорил, что в Харькове в Харькове, и в этом году не было времени. И, когда эта година сейчас появится, и в этом году была была возможность в Донецке, и он был в Харькове, и он меня сразу спросил, «Харька, вы хотите вы на Харьков?» И я уже смотрела в интернет, и я уже читала, и она стала читать, и она была в Пиламонии, и он мне рассказала, что там был в Харькове, и я сразу сказал, что сказал, «Харькова в Харькове, пожалуйста, Харькове». В прошлом году немецкий консул в Донецке И Саязус поясил, а не хотели бы вы в следующий раз посетить Хайков? Потому что особая публика. Маркус Саязус же посмотрел в интернете, посмотрел особенности нашего гоя, заинтересовался и в следующей возможности Саязус сказал, что посетит. Давайте поговорим немножко о немецком джазе. Нашел, готовясь к нашей программе, очень интересную, на мой взгляд, цитату. Есть такой Гюнтер Хусман. Вот он говорит, не существует национального джаз-саунда. И если кто-то попытается представить тезис о немецком джазе, например, какой-нибудь джаз-банда, то сразу же появится другой джаз-банд, который был полностью противоположным этому утверждению. Существует ли, в принципе, как таковой немецкий джаз? Немецкий, украинский, там, не знаю, какой вот ярко выраженный, есть ли дата, в чем его особенности? Существует особая фаза-этапа в джазе, например, в джазе немецком эпохе ГДР. Он сразу выделяется и он становится как реакционным противоположностью американскому классическому джазу. Свободнейшая импровизация. Свободнейшая импровизация. Джаз тоже имеет достаточно серьезное различие. Чувствуется его особенный язык. Все-таки чувствуется язык и привязанность именно к этой культуре. А вот если говорить о славянском, восточнославянском джазе, там наверняка ведь более сильные этнические мотивы. У нас достаточно ярко это выражено. А в Германии есть такая тенденция? В Германии существует своя импровизация. Национальные музыканты, у которых базис в национальной их музыке, на базис которой они уже делают полную импровизацию. И сейчас последние 15 лет, мы с нами с моим Уходом в качестве Германии, девушку музыку и из-за импровизации. Мы с помощью германии на новых германии, потому что мы германия в качестве Германии, классической музыки и из-за импровизации. И мы с помощью германии, и мы с помощью германии, это же не значит, что это бы не было. Мы, наверное, в Германии построили новый жанр. Я не могу представить, что мы можем интерпретировать эту музыку. Я думаю, что самая спиритуальность, самая духовность, самая музыка джазовая, она заставляет быть креативной, находить импровизации. Это же самая мощность, которую Себастьян Бах чувствует, который был самим хороший импровизатор. Бах был замечательным импровизатором на базе этой музыки. Бах – джазовый музыкант, в какой-то степени, да? Бах – джазовый музыкант? Я думаю, да. В своей форме, да. Бах – джазовый импровизатор. Он был на ранней стадии, ранним импровизатором, первой формой импровизации. Он интересовался всем современным и применял это. Если бы Бах жил сегодня, наверняка бы он был джазовым исполнителем. Как интересно относится сама христианская церковь к тому, что джаз как-то к ней относится. Потому что 20 век, в принципе, породил два таких способа жизни базовых, которые основываются на музыке. Первый – это джаз, секс, бокс. Второй – секс, дракс, рок-н-ролл. Сейчас вроде бы опять, кстати говоря, джаз, секс, бокс преобладает над рок-н-роллом и так далее. Как это все соотносится? Непонятно. Что думает Кирка про музыку? Джаз-музика в Кирке? Потому что есть различные варианты. Мы думаем про джаз, как джаз, секс, рок-н-ролл, джаз, дракс. А мы не Кирка. А в начале было все очень скептично. В начале было все очень скептично. Но когда они были первые, большие концерты, они сейчас очень рады, потому что, когда мы играем, то есть кирка была. И это не только, когда они только кирку делают. Нет. В начале были не кирки, в начале было большое скепти, но потом услышали, понравилось. Мы пытаемся переносить это через собственное сердце, через духовность, и поэтому это нравится публике. Ну, если давайте говорить не только о публике, а и о ваших коллегах, наверняка приезд ваш в Харьков вызвал большой интерес в музыкальной среде. Удалось ли пообщаться с джазовыми музыкантами украинскими, может быть, харьковскими в том числе? Вы уже можете поговорить с нашими музыкантами, как в Харьков, например, или в Украине, с ремьными джазами? Да. Мы были в Junи, в Украине, в Украине, с двух американских музыкантами, с тромпетом Франк-Сенатра-Биг-Банд и с американским Джазсингером Шерри Вильямс. И у нас был из Киев, у нас был очень известный Басист, Макс Гладецкий, который был супер Манн, с ним я не могу сказать, и это было очень прекрасно. Они были супер профессиональные, и мои коллеги из Америки сразу сказали, что это удивительно. Мы приехали к Киеву, и они играют в таком уровне, как в Нью-Йорке. В июле месяце они находились на Украине, они участвовали в фестивале вместе с американскими музыкантами и познакомились там и с нашими джазменами. После того, как увидели уровень наших музыкантов, они поразились, заинтересовались нашей музыкой и решили в дальнейшем плотнее сотрудничать и поезжать к нам на фестивали. Вот обычно, когда речь заходит о джазе, кстати говоря, и о немецком джазе в том числе, говорят о том, что одним из важнейших моментов являются связи между условными центрами. Потому что в Германии, насколько я знаю, есть Берлин, там, по-моему, Лейпциг, какие основные центры джаза. Есть ли какие-то налаженные, постоянные контакты, информационные связи между украинскими, может быть, харьковскими в том числе, джазными музыкантами, коллективами и немецкими коллегами? У нас есть разные центры, например, в Германии, например, Лейпциг и Берлин. Есть ли информационные центры или большие страны, где у нас есть джаз? На данный момент знаю, что в Одессе прекрасная джазовая сцена. Киев сам по себе уже. И вчера могли видеть в Донецке высокий уровень молодых исполнителей, которые показали невероятный профессионализм. И я уверен, что мы сейчас не так много контактов в Харкове. Но я говорил с другими людьми после этого концерта. Я уверен, что здесь в Харкове очень высокое уровень. И если мы снова вернемся, то я надеюсь, что мы вместе с местными музыканами можем сделать что-то вместе. На данный момент было немного времени, чтобы познакомиться с хайковскими музыкантами. Но предварительные встречи показали огромный потенциал. И настолько большой интерес зарядили, что следующие уже планируются поездки сюда, чтобы ближе познакомиться и поработать с этими музыкантами. Тем более у нас в Харькове тоже проходят джазовые фестивали, как основная форма существования джаза в современном мире, насколько я понимаю. Если можно, еще вопрос о публике. Вот в отличие, скажем, от тех же 20-30-х, наверное, годов, джаз не является формой массовой культуры, вот именно давлеющей формы. То есть джаз уступил своей позиции поп-музыке. Джаз требует какой-то подготовки, то есть это элитарная в определенной степени публика, да? Вы согласны с этим тезисом? И всегда не мешает ли это развитие джаза, популяризация его? Это действительно было так раньше. Но существуют различные типы музыки в джазе. Для Маркуса очень важно возможность видеть и чувствовать эту музыку, чтобы для них работать и интерпретировать ее. И есть очень многие музыки, которые это так же смотрят, которые просто из-за сердца спрятают.